Пока специалисты мониторят интенсивность движения, режимы работы светофоров и уличного освещения, водители уже заметили улучшение дорожной обстановки. Разгрузили тот мост и Аврору. Стало легче ездить. Сегодня ехал без пробок. Очень удобно стало. Во-первых, очень много экономить времени. Я как-то уже разок в стол по нему прокатиться. Наверное, раза в три-четыре по сравнению даже с часом пик. Я думаю, удобно, конечно. Там было у нас две полосы в обоих направлениях. Здесь уже получается шесть полос. Новый микрорайон, вы знаете, строится у нас, расширяется. Идет поток, очень большой поток транспорта. Сейчас еще пустят, если муниципальный транспорт, то вообще это, ну, как бы, хорошо, конечно, но маловато. Надо как минимум еще один мост. Одна из крупнейших транспортных артерий через реку Самара строилась более трех лет. Во время возведения Фрунзенского моста использовали рекордное количество стройматериалов. Только на последнем этапе применили около 5000 кубометров бетона и 2000 тонн арматуры. Шестиполосный мост связывает Самарский район с Куйбышевским, а также обеспечивает пропуск транспортных потоков в сторону федеральных дорог М32 и М5. Фрунзенским мостом пользуются не только водители, но и пешеходы. Многие приходят, чтобы полюбоваться видом реки. У нас уже люди ходят гулять. И люди приезжают, ходят гулять. Интересно. Приезжают и молодежь, и пожилые люди приходят, смотрят. Им очень интересно. Подрядчикам еще предстоит достроить несколько развязок. Сейчас из-за этого на Фрунзе действуют ограничения скоростного режима 40 км в час. Елена Малютина, Константин Головин. События.